2,5 метра на человека. Это еще не самая плохая камера. А вот так выглядят платные камеры на уровне трехзвездочного отеля. Микроволновка, тостер, кондиционер, телевизор и три кровати. Это коридоры одного из старейших зданий Лукьяновского Сизу в Киеве. Это довольно жуткое сооружение еще называют «Катя» в память о том, что строилась тюрьма еще в царские времена. Все тут, как будто бы капитального ремонта с тех пор здесь не проводили. Ощущение, будто вдруг попадаешь в заброшенный подвал. Запах затхлости и сырости везде. Атмосфера гнетущая. Здесь вынуждены ютиться 12 мужчин. Как утверждают сотрудники СИЗО, площадь соответствует установленной в стране норме 2,5 метра на человека. Но к санитарным условиям все же огромные вопросы. Здесь нет свежего воздуха и повышенная влажность. Идеальные условия для распространения болезней. Мужчины шутят, но им на самом деле не весело. Они не хотят, чтобы их кто-то узнал. Ведь это не тюрьма, а СИЗО, и есть шанс не получить срок. Условия, в которых людям приходится тут жить, нельзя назвать по-настоящему человеческими. Их жизнь ограничивается сидением-лежанием на этих нарах. Сколько этим кроватям лезет? Наверное, больше, чем у вас. Душ отсутствует, а в таких условиях разогревают пищу. Холодильник у нас есть. Микровночка была бы у нас, если бы были средства. Этот ремонт сделан своими силами. Кто же здесь сидел и сидит? Да, не без участия администрации. Это еще не самая плохая камера. По рассказам сотрудников Лукьяновского СИЗО, были времена, когда заключенным из-за нехватки места приходилось спать по очереди. Недавно Министерство юстиции придумало способ, как улучшить условия пребывания в СИЗО. Предоставлять платные камеры с улучшенными условиями содержания, а вырученные деньги направлять на ремонт других камер. Как сказал в интервью Дойчей Велли министр юстиции Денис Малюська, это первый шаг к созданию в Украине частных следственных изоляторов. Посмотреть, насколько этот рынок с одной стороны потенциально привлекательный для возможного инвестора с тем, чтобы создавать частное СИЗО. С другой стороны, это дополнительный источник средств, чтобы провести ремонт в СИЗО. К тому же это позволит выполнить решение ЕСПЧ по поводу ненадлежащих условий содержания. И третье – убрать коррупцию. Люди, которые попадают в СИЗО и при этом имеют большие финансовые ресурсы, раньше платили взятки. Взятки были огромными. Зачем это допускать, если можно поставить это в цивилизованные рамки? А вот так выглядят платные камеры. Их отремонтировали, оснастили примерно на уровне трёхзвёздочного отеля. И это – как попасть в другую тюремную реальность. Туалет и душ с горячей водой. Микроволновка, тостер, чайник и даже вода, кондиционер, телевизор и три кровати с новыми полотенцами и бельём. Для одного человека такая камера может обойтись в месяц в примерно 400 евро. Можно платить также примерно по 70 евро за день или по 270 евро за неделю. В первые дни после открытия нескольких платных камер в СИЗО из 13 имеющихся мест сразу выкупили 5. Процедура такова. Заявление о размещении в платной камере рассматривает комиссия СИЗО. Если уголовные статьи заключённых не препятствуют совместному проживанию, то после оплаты можно ожидать перевода в платную камеру. VIP-заключённые не захотели общаться с нами на камеру, но рассказали, что условия считают комфортабельными. Впрочем, это возмущает других заключённых Лукьяновского СИЗО. Они считают это дискриминацией. Я не такие цены ему беру. Я так покрупил его на месте. Это что, мои родители, допустим, если у меня должен месяц работать, и всю серпату пойти отдать мне, чтобы я сидел там лучше? Ну откуда такие цены? Я вообще не могу понять. Ну это что, приход, давай скажем, ну, камера ещё и платная. Тебя посадили ещё за это и платить. Мне вообще кажется, за вот это его самому надо посадить. Я этого делать буду принципиально. Министерство юстиции заявляет, что деньги от платных камер сегодня едва ли не единственный вариант улучшения крайне плохих условий в СИЗО. Безусловно, я их понимаю, что они содержатся в плохих условиях. Но от того, что я там не начну проект по платным камерам, их условия не улучшатся. Мы постепенно доведём все камеры до надлежащего уровня. Для этого нужны деньги, а денег нет. Такой бизнес-подход к работе СИЗО критикуют представители ряда украинских правозащитных организаций. Координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич считает идею министерства абсолютно неприемлемой. СИЗО – это место, куда государство размещает по решению судебных органов человека. И условия, в которых человек находится, должны отвечать определённым стандартам. Создавать ситуацию для тех, которые могут платить и имеют лучшие условия для пребывания, а тем, кто не может хуже – это банальная дискриминация по имущественному признаку. Она запрещена рядом законов, в том числе с законом о предварительном заключении. И является нарушением прав человека, по моему мнению. Такая финансовая дискриминация может стать поводом для новых обращений украинских заключённых в Европейский суд по правам человека. В Минюсте, правда, с этим не согласны. Нет, государство в любой сфере обеспечивает какой-то минимально гарантированный уровень. Например, минимальная зарплата, набор медослуг, которые вы можете получить бесплатно. Этот принцип работает и в СИЗО. Есть базовый уровень, который предоставляется государством бесплатно. Всё, что выше – по оплате. Аргументы министра ещё больше возмущают заключённых. Ведь сидеть в СИЗО им часто приходится неоправданно долго. То следователи не торопятся с расследованием, то суды затягивают с приговорами. Был даже случай, когда подозреваемый сидел в следственном изоляторе 10 лет. Мы просто сидим и ожидаем приговора. Неизвестно. Всё зависит от судьи и от прокурора. Давно вы тут? Два года. Не назначают дату сюда. Пусть будет уже быстрее эти реформы всякие разные, которые изменят эту систему, этот кодекс. Потому как очень много людей сидит за то, за что, по сути, можно было бы ограничиться штрафами, общественными работами. Этого правозащитной организации Украины добиваются уже годами. Но вряд ли дело сдвинется с мёртвой точки, пока не будет доведена до конца судебная реформа, считает правозащитник Максим Буткевич. Мы не видим реальных шагов. Надо оперативно, не поступая с качеством, рассматривать дела, чтобы не заставлять ещё неосуждённых людей, чья вина не доказана, сидеть годами в ужасных условиях. Надо улучшать условия их пребывания. Часто это означает не просто делать ремонт и камер, а сносить нынешние СИЗО и строить новые по абсолютно новым стандартам. В Минюсте тоже ждут завершения судебной реформы и готовят свою тюремную, которая предусматривает изменение уголовных санкций на более цивилизованные, что позволит уменьшить количество людей в СИЗО, а также создание онлайн-реестра осуждённых, который поможет мониторить, кто за что и как долго сидит в СИЗО. Следующим шагом министр юстиции предлагает продать лишние следственные изоляторы, чтобы таким образом выручить деньги на улучшение условий в тюрьмах. Эти законопроекты ещё готовятся к рассмотрению в Раде. Между тем, платные камеры открылись во многих СИЗО Украины. В Минюсте называют это экспериментом, который продлится два года. Что-то похожее в Украине уже пытались сделать в 2003-2009 годах. Однако тогда эксперимент провалился из-за коррупции. Редактор субтитров А.Семкин